Русские рубли Лихорадят Но эти процессы связаны именно с лихорадкой на финансовых рынках Причем не только России, но и всего мира Это и лихорадка на американских, европейских и азиатских рынках Причина тому это проблемы с экономикой Китая Прогнозируется ее замедление Причем некоторыми экспертами прогнозируется резкое замедление В связи с этим, естественно, падают все В том числе и сырьевые рынки Это, соответственно, падает цена на нефть Кроме снижения цены на нефть на биржевых площадках Вот связанных там с кризисными явлениями Еще увеличивается просто предложение Соответственно, с этим нефть становится больше Ее цена падает Это, что касается, скажем, предложения доллара Спрос на доллар не падает Поскольку очень много финансовых институтов у нас в стране Кредитовались за рубежом Соответственно, они должны отдавать Чтобы быть аккуратными, добросовестными заемщиками Они должны отдавать Отдавать в той же валюте, что и занимали Соответственно, они вынуждены покупать В силу санкций мы не можем, скажем, реинвестировать Или реструктурировать долг Или, скажем, занять какие-то дополнительные деньги На зарубежных рынках Мы вынуждены валюту изыскивать на внутреннем рынке Соответственно, покупки этой валюты, они не снижаются При этом предложение этой валюты просто упало Как вы считаете, за 200 евро будет когда-то продаваться И доллар по 100? Вы знаете Или это наши страшные сны такие? Это страшные сны Но сказать, что вероятность такого сценария нулевая Я не могу То есть вероятность этого есть Она, мне кажется, небольшая Достаточно небольшая Но избегать это Ну, полностью исключать такой вариант развития событий Я бы не стал Потому что неизвестно, что случится действительно с мировыми рынками Сейчас это очень сложно прогнозировать Вот мировые рынки Очень сложная их взаимосвязь Потому что конъюнктура у них единая И здесь Четко сказать Да, я гарантирую, что доллар что-нибудь Я не могу Но, естественно, что вероятность этого мала Потому что России выгоден Выгоден дешевый рубль Да, но не настолько, чтобы допустить какие-то шоковые сценарии В том числе и для простых людей Вот о простых людях Стали ли они от этого беднее От того, что доллар сильно вырос И евро, соответственно Естественно, люди стали беднее Они просто могут купить меньшее количество Любого товара Практически все товары поднялись в своей цене Это и товары первой необходимости Основные продукты Это и, скажем, товары длительного пользования Машины, телевизоры, холодильники и так далее Они стали, естественно, беднее Это, с одной стороны, плохо Потому что резкого роста зарплат В этой ситуации просто не наблюдается Поэтому, ну, к сожалению, да Вот такая ситуация Что делать в этой ситуации Если, так сказать, взяться за развитие Вот этой мысли Ну, мое мнение Мое однозначное мнение Я всегда говорил Что если не можешь Повлиять на какое-то событие Просто измени свое к нему отношение Мне кажется, просто успокоиться Я думаю, что в какой-то момент Это нормализуется Другой момент в том Что у нас Вот по аналогии с 98-м годом Обычно как? Значит, резко происходит какое-то ухудшение А нормализация происходит За более длительный срок Вот я не исключаю вероятности Да, у нас в России есть возможности Отчасти нормализовать ситуацию Не полностью ее сгладить Тем более, если там что-то еще добавят Финансовые рынки Но нормализовать ситуацию В экономике Да, хоть как-то У России на самом деле есть такие возможности Ну и вот интересная статистика Буквально на прошлой неделе Крупные сети с бытовой электроникой Сообщали о том, что на 70% Выросли продажи Холодильников, телевизоров И наблюдается такая же истерия Которая была в декабре 2014 года Как можете прокомментировать такое состояние? То есть она наблюдается прямо сейчас Прямо сейчас? Это может быть, конечно, они сами играют Развивая эту самую истерию Подталкивая людей Провоцируя таким образом спрос Не исключу такой возможности Я сам просто поскольку Поскольку веду себя достаточно спокойно Я в эти сети каждый день Просто сам не хожу Если люди Вернутся к поведению людей Если люди покупают Для того, чтобы Скажем Восполнить Возможный Ближайший Скажем Выход из строя электроники То есть у них Чувствуется, что у них Да, старый холодильник И он бы еще работал И они бы Подождали с его покупкой До окончательного выхода из строя Того же холодильника А сейчас Видя такую ситуацию Они покупают Это одно Когда люди покупают Холодильник Как инвестиционный инструмент Покупают Три холодильника Пятнадцать телевизоров Три машины И так далее Вот мне бы хотелось Людей Ну Во всяком случае Я не сторонник Такого поведения И мне бы хотелось Людей немножечко Предостеречь Успокоить Нет, не предостеречь Немножечко успокоить Все-таки Да Я не готов Давать каких-то советов Как оракул Но вот просто Успокоить людей То есть один холодильник Да Ну как-то вот большой И холодильник Или машина Как инвестиционный инструмент Ну мне не кажется Это разумным Ну и вот Тогда дайте Несколько советов Как себя вести В такой ситуации Что стоит покупать Во что стоит вкладываться И что не стоит Совсем делать Я так понял То, что холодильники Телевизоры Это плохой инвестиционный инструмент Инвестиционный Да Я опять же повторюсь Что если у человека Близится Скажем Выход из строя Да Это нормально Инструменты для вложений Вот Здесь На самом деле Интересная ситуация У нас вот Нефть Опускалась В район 42 По сорту Бренд Да И сейчас Она отыгрывала Уже опять В район 50 То есть Такие вещи Они будут Происходить регулярно Поэтому вот В моменте Вопрос Инвестиционной покупки Валюты Я бы Во всяком случае Не столько Предостерег Сколько бы Призвал людей К более взвешенному Подходу В этом вопросе Потому что Валюта может Совершенно спокойно Вот как сейчас Опять Она Доходила В моменте Выше 70 И ушла Опять ниже И Сейчас уже 67 Были цены Вот Поэтому нефть Она может отыграть И Доллар Немножечко Отыграть Свои позиции Вниз А рубль Наоборот Подрасти Вот Если у людей Есть инвестиции Вот они инвестировали Как-то Мне кажется Имеет смысл Продолжать Вот такую Политику Да Мое мнение Чаще всего Предпочитать Инвестиции Больше Какую-то часть Можно Но В сторонние Но больше Инвестировать В тех Инструментах В которых У тебя Либо основные Траты Либо Основная Зарплата То есть Если мы Получаем В рубли Как-то В рублевый Инструмент Часть Валютных Можно Но Я сторонник Рублевых Инструментов Но Это Лично Мой подход Скажем К вопросу Спасибо большое Это интервью